Я уже не раз говорил и сейчас повторю, введенные в феврале-марте небывалые по своим масштабам антироссийские экономические санкции направлены не столько на замедление развития нашей страны, как это было в прошлые годы, сколько на полное разрушение ее экономики. И в первую очередь на ликвидацию российского машиностроения, как отрасли, обеспечивающие население основной частью квалифицированных рабочих мест. Да, санкции по своей сути разные, но в конечном итоге все они бьют именно по рабочим местам, с целью перевести экономическое недовольство населения в недовольство политическое. Поэтому основной целью всех антисанкционных мер должно стать максимальное сохранение занятости людей, причем прежде всего в промышленном секторе, потому что именно промышленность это экономический хребет любого развитого государства. И что еще важно, не нужно думать, что вот закончится тем или иным образом война, и санкции тут же прекратят свое действие. Да, прекратят, но только те, которые мешают их инициаторам зарабатывать на нашей стране. А санкции, которые препятствуют ее развитию, останутся еще на многие-многие годы. Прежде чем взяться за этот ролик, я посоветовался на тему санкций с рядом специалистов из автомобильной отрасли, поэтому данное видео некоторым образом коллективный труд. Я лишь взял на себя смелость выделить, на мой взгляд, самые насущные и быстро осуществимые шаги. О некоторых из них я уже говорил в предыдущих роликах, но в данной ситуации повториться совсем не грех. В общем, давайте посмотрим, что нужно сделать в первую очередь, чтобы наше машиностроение и автомобильная промышленность, как его главные конечные составляющие, сумели выдержать сокрушительный санкционный удар, а после стали развиваться на новых, более продуктивных и более выгодных для страны принципах. Итак, первое. Самая актуальная задача, вставшая перед нашей промышленностью, импортозамещение и локализация. С этой целью в стране придется создавать много новых производств, а значит потребуется просто огромный объем инвестиций. Но инвестиции возможны только при условии, когда инвесторы видят гарантии их окупаемости, то есть когда им гарантирован сбыт выпускаемой продукции. Значит, такой сбыт придется обеспечить любыми способами. И это при условии, что большинство в внешних рынках для нас теперь закрыты, поэтому остается уповать главным образом на спрос внутри страны. А раз так, значит российским товарам на внутреннем рынке необходимо обеспечить безусловный приоритет, до чего не обойтись до повышения пошлин на возимую в страну продукцию машиностроения, как это было в разное время сделано в Японии, в Корее и в Китае, в переустановлении их машиностроительных отраслей. Да, подобный подход противоречит принципам ВТО, но сейчас сохранение членств в данной организации выглядит по меньшей мере спорно. В развитии первого пункта идет второй. Чтобы поддержать внутренний спрос на отечественную технику, следует напрямую компенсировать ее приобретение, к примеру, аналогичным по сумме вычетам из выплачиваемых покупателям налогов. Третье. Следует как можно быстрее расширить возможности российского фонда прямых инвестиций, а может быть создать отдельный фонд для целевых инвестиций в машиностроение, который должен обеспечить финансирование любых машиностроительных проектов, гарантирующих в течение одного-двух лет или создание и освоение в серии нового массового продукта или локализацию уже выпускаемого. Это можно делать на условиях кредитования, но с чисто символической процентной ставкой, а также с хорошей отсрочкой по возврату инвестированных средств. Четвертое. Необходимо освободить от налогообложения средства, которые российские предприятия инвестируют в разработку и развертывание производства новой локализованной продукции или в локализацию уже выпускаемой. Было бы правильным отказаться от налогообложения сроком, скажем, на три года, всех новых импортозамещающих производств, создаваемых в стране российскими компаниями. Пятое. Целесообразно на время действия санкций отказаться от части сертификационных требований к автомобилям, тракторам, дорожно-строительной и иной технике, выпускаемой у нас в стране. То есть следует на законных основаниях предоставить российским производителям возможность исключить из конструкции такой техники хотя бы часть систем, требующих использования электроники или сложной зарубежной аппаратуры. Например, убрать сложные системы обеспечения работы двигателя, для чего необходимо вернуться, естественно, только на время действия санкций, к менее жестким экологическим стандартам для автомобилей и прочей техники российского производства. Скажем, к Евро-2 для грузовиков и к Евро-3 для легковых автомобилей. Шестое. Опять же, на время действия санкций актуален отказ от государственного финансирования, навязываемого изне глобальной электрификации российского автотранспорта. Не буду устраивать здесь дискуссию, хорош такой транспорт или плох. Приведу лишь один аргумент. Российская промышленность не выпускает комплектующих силового привода и систем питания электромобилей, поэтому разворачивание выпуска в стране этих самых электромобилей пока не способно стать генератором создания большого числа новых рабочих мест. Развивать же, особенно в городах, следует газовый транспорт. Для него у нас в стране выпускается вся компонентная база, включая газовые двигатели и топливное оборудование. Уже создана какая-никакая заправочная инфраструктура, да и сам газ добывается не где-нибудь, а в России. Седьмое. Получая очередной санкционный пакет, нужно не ныть о том, что нас опять безвинно обижают, не выражать недоумения и сожаления, а без промедления вводить ответные санкции, причем более жесткие и в финансовом плане максимально чувствительные для противоположной стороны. Пока все, что я вижу, это какие-то откровенно вялые контрмеры или вообще бесполезные вещи типа ответных персональных санкций против Байдена, Блинкена и Псаки. Можно подумать, они, имея собственность в нашей стране, держат вклады в российских банках или их дети учатся в российских школах. Нужны прежде всего решения, наносящие инициаторам санкции ощутимый финансовый урон, который отразится пусть не сейчас, но в перспективе. Какие это могут быть решения? Ну, к примеру, полный запрет на ввоз зарубежной техники из стран, которыми введены санкции против выпускающих схожую технику российских машиностроительных компаний, например, против того же КАМАЗа. И действовать эти санкции должны вплоть до полного снятия таковых с российских производителей. Восьмое. Необходимо максимально быстро обеспечить возвращение к работе остановленных зарубежными собственниками машиностроительных предприятий, ибо, будучи законсервированы они сами, и их работники из исправных налогоплательщиков тут же превращаются в бюджетных иждивенцев. Конечно, желательно найти решение, взаимоприемлемое для всех заинтересованных сторон. Но запустить такие предприятия, особенно производящие конечную продукцию, в первую очередь те же автозаводы, для сохранения экономики необходимо, тем более, что их остановка ведет к остановке многочисленных предприятий-снежников. Девятое. Целесообразно заняться координацией взаимодействий между действующими в стране автозаводами и российскими поставщиками комплектующих, а также аккумулированием усилий по разработке отечественной автотехники и предназначенных для нее компонентов. Поясню на примере. Несколько лет назад я был на одном из четырех крупнейших в стране заводов по выпуску автокранов. И там зашел разговор о том, что наши крановые троса по ряду важных качеств уступают зарубежным. Но создавать у себя производство таких тросов для этого завода нерентабельно. Нет должного объема сбыта. Я наивно поинтересовался в том смысле, что, мол, современные троса нужны всем четырем крановым заводам, почему бы не скинуться и не создать ли их выпуска одно предприятие на всех? На что мне было сказано примерно в том духе, что нашим машиностроительным заводам куда реальнее договориться с марсианами, чем между собой. И эта история характерна для всего нашего автопрома. Ведь если разобраться, сфер, где можно и нужно объединить усилия, полным-полно. Например, МАЗ и КАМАЗ разрабатывают каждый свой скоростной гипоидный ведущий мост для магистральников нового поколения. И Урал, видимо, тоже собирается за него взяться. Почему не объединить усилия и не организовать выпуск одного такого моста для всех, разделив между собой инвестиции? То же самое с современной роботизированной коробкой передач для грузовиков, с портальными автобусными мостами, которые наши производители автобусов годами закупают в Европе за сумасшедшие деньги, современной комфортабельной кабиной для тяжелых грузовых автомобилей, которой КАМАЗ мог бы поделиться с тем же Уралом, ищущим такую кабину на просторах Китая. В завершение должен сказать, что сейчас, несмотря на обрушенный на экономику страны санкционный удар, одновременно с этим появилась отличная возможность для ее перезагрузки, в результате которой можно создать экономическую модель, не убивающую, как сейчас, а развивающую отечественное машиностроение. Как это сделать? В свое время я выпустил на данную тему ролик. Кто заинтересовался, милости прошу посмотреть. Собственно, рецепт один. Он несложный, а потому в свое время сработал везде, где его решено было применить. И в капиталистической Японии, и в коммунистическом Китае. То есть, рецепт есть. Нужна только воля, чтобы им воспользоваться. Продолжение следует...